Слава Богу! И классная тема месяца, которая называется «Праведность». И опять же, это не значит, что мы говорим о праведности только лишь один раз в году или на любую другую тему, да, месяц, который у нас выпадает. Это значит, что в это время мы стараемся больше как-то разобраться вот в этом понятии, да, вот в этом слове, которое мы выбираем на месяц. И поэтому, конечно, уже было много проповедей на тему праведности в этом месяце, но мы с вами сегодня попробуем еще раз разобраться, что такое праведность, что вообще она в себя включает. И моя тема называется так «Праведной верою жив будет». Это местописание из Библии, послание к кремлинам, 1 глава, 17 стих, где говорится «В нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведной верою жив будет». И вот я хочу, чтобы мы сегодня с вами посмотрели на это слово «праведность», на слово «вера», которое в этот стих тоже включается, да, и почему праведность связана с верой, что такое вера. То есть несколько понятий я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели и в конце выявили такую некую формулу, каким образом связаны эти понятия и что каждый из них обозначает. Но прежде чем мы приступим к слову, я хочу все-таки с вами разобраться, что такое праведность. Мы с вами все понимаем русский язык, да, мы все знаем это слово «праведность». Но я думаю, что если я спрошу у каждого из вас, дайте мне определение слову «праведность». Я думаю, что многие из вас затруднятся ответить, что это такое, задумаются, что это такое, но я думаю, что сходу вот не все ответят, да, что же это такое слово «праведность». Вроде мы понимаем, что оно включает в себя, но вот какую-то глубину этого слова вряд ли мы вот так сходу выдадим. И мне вообще нравится смотреть какие-то понятия, чтобы вот действительно прочувствовать слово какое-то, библейское слово. Мне нравится смотреть в словаре, что оно обозначает в словарях. То есть ведь люди, понятное дело, думали, да, филологи думали, как-то определение давали этим словам, вот мудрость какую-то свою проявляли. И вот поэтому слово «праведность» в словаре, в толковом словаре определяется так. Праведность – это состояние внешней и внутренней жизни человека, соответствующей Христову закону, изложенному в Евангелии. Представляете, состояние внутренней и внешней жизни человека, которое соответствует Божьему закону. «Характеризуется полным посвящением человека на служение Богу, когда все силы духа, души и тела направлены на Бога угождение». Вот представьте, я думаю, ни один бы из нас так не сформулировал, да, вот это вот слово «праведность». Я думаю, какая действительно глубина, вот когда действительно вот берешь определение, и прям вот чувствуется глубина, которая заложена в самом слове. И мне очень нравится, как здесь говорится, что когда все силы духа, души и тела направлены на Бога угождение. И мое сегодняшнее слово будет состоять из таких трех пунктов, что ли. И если вы записываете, записывайте, но мы попробуем разобраться, почему праведной верою жив будет, что такое вера, ну, как я уже говорила. Вот, и первый пункт так и звучит – праведной верою жив будет. И местописание, которое мы уже прочитали, послание к кремлинам, 1 глава, 17 стих, еще раз прочитаю. «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведной верою жив будет». Мы еще вернемся к этому местописанию, к этому стиху, но я хочу прочитать еще одно местописание, где тоже говорится о праведности. Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». И это говорил Иисус, Он обращался к Своим ученикам, и согласитесь, это местописание звучит намного жестче, да, такое страшно даже звучит, что если ваша праведность не превзойдет праведности каких-то неких книжников и фарисеев, то вы не войдете в Божие Царство. Это Иисус обращался к Своим ученикам. И вот здесь тогда нужно понять, кто такие книжники и кто такие фарисеи. Исходя из этого местописания, можно как-то сделать вывод, что, в общем-то, что-то негативное даже Иисус вкладывает в эти понятия. Понятия книжники и понятия фарисеи. И мы точно так же с вами. Звучит уже как-то негативно немного, да, вот эти вот названия. Так вот, книжники, кто такой книжник был в Древнем Израиле? Это были люди, которые переписывали Библию, Библию, Слово Божие, не Библию, просто Божий закон. Переписывали Божий закон, которые вникали, которые изучали, которые трактовали, вот знаете, каждое слово, каждую запятую, каждую точку, но пытались истрактовать каждое слово так, как вот оно звучит. То есть такие дотошные люди, эти книжники. Фарисеи – это одно из религиозных течений того времени, имеется в виду Древнего Израиля. Это нам с вами сейчас кажется, что в то время была одна вера, все люди верили одинаково. Да нет, и тогда люди спорили, тогда люди трактовали. Каждый пытался как-то истрактовать Божий закон, Божие Слово. Так вот, фарисеи – это тоже, в общем-то, законники, которые пытались истрактовать закон. И вот Иисус здесь, в этом месте Писания говорит, что наша праведность должна превзойти их праведность, праведность этих людей. И тогда возникает вопрос резонный, а была ли праведность у этих людей? То есть действительно ли, вот как мы с вами прочитали определение праведности, действительно ли они жили по этому закону, который они пытались дотошно трактовать, который они пытались дотошно изучать? Жили ли они по нему, да? И почему, ну то есть была ли у них вот эта праведность? И какая она была? И почему наша праведность должна превзойти их праведность? И получается, что вот по этому месту Писания можно сделать вывод, что, в общем-то, и не было там никакой праведности, да? Если Иисус сказал, что вы должны превзойти их, чтобы попасть в Царствие Небесное. Аминь. И вообще люди, ну люди, которые служат, которые принимают Бога, люди верующие, всегда в любом случае хотели Богу угодить. Так ведь? Ну точно так же и мы с вами, когда приходим к Христу, когда приходим в Церковь, когда приходим к Богу, у нас есть это нормальное желание угодить Богу. И вот люди на протяжении всех веков вообще, на протяжении всей истории человечества старались Богу угодить. То есть достигнуть вот этой праведности. И вы знаете, что в 16 веке был один очень известный монах по имени Мартин Лютер, который точно так же пытался достичь праведности своими делами, пытался достичь праведности каким-то угождением Богу, но он не знал, как это сделать. И вот однажды он получил откровение как раз вот в виде этого стиха о римлянам, 1 глава, 17 стих. Если вы читали, знакомы немного с историей, вы помните его свидетельство, когда он говорил, что как будто выпрыгнул этот стих из Библии и осеял его жизнь. То есть он не знал, каким образом Богу угодить, но понял, что праведный будет жив по своей вере. И после этого он написал свои знаменитые 95 тезисов, которые в основном касались только вопросов индульгенции, которая процветала в то время. Но вы знаете, что такое индульгенция, когда люди пытались купить прощение грехов за деньги, то есть на будущее уже. И вот поэтому Мартин Лютер получил вот это откровение, что праведный будет жив своей верой. Что тебе нужно просто сначала поверить, что Господь дает тебе праведность. То есть ни какими-то там внешними атрибутами, ни какими-то обрядами ты не достигнешь праведности. Так ведь? Поэтому первый вот этот вот пункт моей проповеди, он так и звучит. Праведный верою жив будет. И второй, который будет вытекать из этого, если у нас здесь есть вот это слово вера, то второй пункт звучит так. Без веры угодить Богу невозможно. Это все места из Библии. То есть я не придумала вообще ни одного из этих названий. Это все библейские тексты. И евреям 11 глава 6 стих говорит. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И ищущим Его воздает. То есть если мы читаем первый стих, вот наш ключевой, да, что праведный будет жив верой, то, конечно же, нам без этого стиха вообще не обойтись. То получается, что мы хотим достичь праведности какими-то обрядами, какими-то еще там атрибутами, но Бог говорит, что праведный будет жить верою. А в этом стихе выходит, что без веры угодить Богу невозможно. Аминь. То есть мы с вами угождаем Богу наличием нашей веры. Так ведь? Вот это непросто иногда, потому что, согласитесь, братья и сестры, что вера, то есть ты не можешь ее как-то вот получить, да, но ты можешь ее возгревать в себе, да. И ты всегда понимаешь, что это вызов, что это твой выбор. То есть всегда, когда тебе требуется проявить свою веру, тебе всегда нужно выбрать, верить или не верить, да. И это всегда такой некий вызов. То есть это не происходит просто так, согласитесь, да. Но это всегда борьба, внутренняя борьба. Но мы с вами в любом случае называемся верующими. Да, это подразумевает, что вера у нас есть и должна быть, но всегда все равно сделать этот выбор сложно. Ну и многие из нас выросли в такой атмосфере, выросли в такое время, в атеистическое время, да, где это всячески искоренялось из сознания людей, да. Нам говорили, что религия это плохо, что это опиум, там, ну и все такое прочее. И многие из нас не привыкли верить, да. То есть это где-то вот это атеистическое мышление все равно продолжает над нами как-то висеть. Но все-таки мы с вами верующие. Аминь. И в трудные моменты, в какие-то сложные ситуации перед нами все равно стоит выбор. Верить или не верить. И то есть такой некий вызов. И вот мы прочитаем одну историю с Библией. Она очень замечательная, хотя в Библии все истории замечательные, да. Но одна вот есть очень прям замечательная. Матфей, 9 глава, с 27 по 29 стих. Ну, обыденная, вроде бы, с точки зрения жизни Иисуса Христа история. Он ходил по городам, поселениям, исцелял, благословлял, освобождал. И вот, вроде бы, как бы обычная история. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых. И кричали, помилуй нас, Иисус, сын Давидов. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус, веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят ему, ей, Господи. Тогда он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей, да будет вам. Ну, вроде бы, обычная, да, такая, опять же, говорю, с точки зрения жизни Иисуса Христа. Его жизнь. И вот, ну, смотрите, насколько глубина вот в этом месте Писания. То есть, следует двое слепых, которые просят Иисуса их исцелить. И, с одной стороны, ты понимаешь, что Иисус знает их проблему. Так ведь? Ну, когда мы приходим к Господу со своими трудностями и проблемами, мы же ведь подразумеваем, что Иисус об этом знает. Так или не так? Конечно, Он знает, да, вся наша жизнь перед Ним. И вот, они следуют за Ним, кричат, да, прямо до самого дома с Ним дошли. И Иисус оборачивается и спрашивает. Он, заметьте, да, что Он не поворачивается и не говорит им, будьте исцелены там в Мое имя или еще что-то, какие-то волшебные слова. Ничего этого не говорит. Иисус задает им вопрос, веруете ли, что Я могу это сделать? И вот представьте, что каждый раз, когда мы с вами попадаем в какую-то трудность, в какую-то ситуацию сложную, Господь видит эту ситуацию, но Он всегда задает нам с вами этот же вопрос, веруешь ли, что Я могу это сделать? Аминь. И вот эти двое слепых, что они ему говорят? Ей, Господи. И это странное слово ей, но если опять же посмотреть в словарь, то слово ей это старое слово, которое обозначает истинно или правда, или подлинно. То есть они не просто сказали да, они прямо засвидетельствовали, что это есть истинно в их жизни. Да, истинно, Господь, мы верим. И тогда опять же, посмотрите, Господь не сказал, ну окей, будьте исцелены. Опять же этого не последовало. Но что Господь им сказал? Он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей будет вам. И ситуация вообще интересная. Заметьте, да, что, а представьте, если бы ничего не произошло в этот момент. То есть мы с вами можем громко кричать о своей вере, да, что мы верующие, да, е-е-е, истина, и все такие правильные слова говорить. И Господь тогда говорит, окей, пришла трудность в твою жизнь, ты говоришь, что ты верующий, поэтому пусть будет по твоей вере. И представьте, что вот если бы в их жизни не произошло бы исцеление, они исцелились, то есть они, правда, так как они говорили, по их вере они получили. Ну а представьте, что если бы они не получили. То есть улавливаете смысл, да, что есть большая связь между словами, которые мы говорим, и между тем, что происходит в нашей жизни. И вот когда наши слова в соответствии с нашей верой живут, вот тогда мы получаем большие свидетельства в жизни. Аминь. Вот эти двое слепых, они получили свое свидетельство, потому что они действительно верили, потому что они действительно засвидетельствовали свою веру и получили свои свидетельства и свои благословения. Аминь. Аминь. Поэтому второй пункт, он у нас как звучал? Без веры угодить Богу невозможно. И мысль мою еще хочу подчеркнуть, что вера это всегда вызов. Говорила уже об этом. Вера это всегда выбор. То есть это наше с вами решение. Это то, что проявляется как раз вот в этих вот ситуациях, но как Библия нам говорит, что без этого мы с вами не можем угодить Господу. Аминь. И всего-то лишь вот в этом стихе, который мы прочитали, 11 глава, 6 стих, Бог говорит, что в первую очередь нужно веровать, что Он есть. Аминь. Нужно веровать, что Он есть. И дальше уже говорится, и тогда ищущим Его Он воздает. Аминь. И тогда уже получаем мы с вами все свои свидетельства и все свои благословения. Но все-таки без веры угодить Богу невозможно. И вот третий момент, третий пункт как бы моего слова говорит о том, что он звучит так. Но вера без дел мертва. Можно без но. Просто вера без дел мертва. Это говорит Слово Божие Иякова, 2 глава, 20 стих. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» И вот кого-то здесь апостол Ияков называет неосновательными людьми. Не знаю уж, к кому он таким образом обращался. Но к какому-то человеку, у которого, по его мнению, не было никаких оснований в жизни, видимо. И он ему говорит «Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» И вот здесь вот, на мой взгляд, некий такой даже парадокс, что ли, заключается. Вроде бы мы-то с вами знаем и учим об этом, что мы спасаемся не делами своими. Мы спасаемся как раз верой, мы спасаемся через веру в жертву Иисуса Христа. Ну так или не так? Конечно так, да. И вдруг здесь апостол Ияков говорит «Но вера без дел мертва». То есть получается, что все-таки дела, которые мы с вами делаем, они важны или все-таки не важны? И вот в этой главе, вот вся вторая глава, она вся интересная, вы можете ее дома прочитать, мы уже сейчас ее не будем читать, потому что у нас времени столько нет. Но все-таки Ияков размышляет в этой главе, что такое дела, почему вера без этих дел мертва. И пытается вот найти как раз вот эту вот грань и связь вот этих двух понятий, почему вера без дел мертва. Но один стих еще прочитаем, вторая глава, восемнадцатый стих. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». То есть всегда, ведь мы в то время были люди, которые спорили, чем мы спасаемся, делами мы спасаемся, верой мы спасаемся. Каким образом надо делать дела, если ты верующий, может и дела твои уже не имеют никакого отношения, главное веру иметь. И если веру имеешь, то уже дел делать не обязательно. То есть, видимо, все-все вот на протяжении всех времен люди пытались найти вот эту связь и объяснить. И апостол Иаков здесь говорит, ты можешь говорить, что ты имеешь веру, но, а я имею дела. И он говорит, тогда покажи мне твою веру без твоих дел, а я тебе покажу веру мою из моих дел. И ты действительно как бы понимаешь, что дела, они важны, так ведь или не так? Что твоя вера в любом случае должна каким-то образом проявляться, так ведь? Не только вот в этих сложных ситуациях, когда тебе ее действительно нужно проявить, когда действительно тебе нужно что-то провозгласить. Но есть еще какие-то обычные дела, через которые твоя вера проявляется в этой жизни. Аминь. Да, она может разными образами, ну, по-разному проявляться могут твои дела. И по-разному люди могут видеть твои дела. Но, смотрите, 11 глава послания к евреям. Мы всегда читаем эту главу именно с позиции веры. Там есть определение веры. Помните, да, что вера это, что осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Потом 6 стих мы прочитали, что без веры угодить Богу невозможно. И в этой главе нам представлен список людей, которые угодили Богу своей верой. И что еще получили? И получили праведность через это. Но вы знаете, что если мы посмотрим на каждого из этих людей, которых мы называем вообще героями веры, то мы увидим, что каждый из них все-таки что-то сделал в своей жизни. Что-то произвел. То есть не просто вот Господь увидел в их сердцах веру. А они каким-то образом свою веру проявили и на физическом уровне. И опять же мы не будем читать эту всю главу, потому что она длинная, ну большая и опять же у нас нет на это времени. Но вы вспомните, вы каждого человека, который там упоминается, вы знаете, вы читали Библию, вы встречали эти имена. И давайте просто вот их вспомним. Там говорится о Ное. Ной. Человек, который что сделал? Построил ковчег. Да, он поверил Господу, поверил в его слово. Эта вера вменилась ему в праведность. Но он сделал какое-то дело. Он построил ковчег. И через это спаслась его семья. Аминь. Следующий человек, Авраам. Это люди все, которые жили еще до Иисуса Христа. Они еще не знали спасения через жертву, но они все спаслись каким-то другим образом. Да, они проявили свою веру. И эта вера вменилась им в праведность, как Библия говорит. Авраам. Что он сделал? Он поверил Господу. Он пошел в новую землю, которую Господь ему указал. И следующим шагом, что он сделал? Он принес, согласился принести своего сына в жертву перед Господом. То есть свою веру он какими-то делами подтвердил. Аминь. Следующий человек. Ну, может быть, я не в хронологическом порядке. Авель, который вообще в начале всех времен жил. Когда Адам и Ева, это родители его. То есть самое-самое начало времен. Но он уже поступил по вере. Что он сделал? Он принес Богу правильную жертву. То есть он опять же сделал какое-то действие. Потом Сара упоминается в этой главе. Сара, ну мы все знаем, да, что совершила Сара. Вообще невозможное совершила эта женщина. Родила в возрасте 90 лет. Но она поверила Господу. И ее вера на физическом уровне проявилась. Аминь. И вы знаете, можно сделать вывод вообще, что слово вера – это глагол. Конечно, я русский язык хорошо знаю. И знаю, что слово вера – это существительное. Но все-таки, когда мы читаем о вере и о верующих людях, мы понимаем, что можно поставить знак равенства между этими словами. Вера – это действие. А что такое действие в русском языке? Это глагол, который обозначает действие. Поэтому каждый верующий человек, который имеет веру, все равно должен подтвердить это какими-то своими делами. Аминь. Да, мы подтверждаем своими делами, когда, как вот те двое слепых, которые получили свидетельство в своей жизни, они проявили свою веру. Конечно, они проявили, да. Но порой наши дела еще выражаются в каких-то, вот знаете, в каких-то мелочах. То есть, когда мы служим людям, когда мы служим своей церкви, когда мы восполняем нужды своих братьев и сестер по вере. Аминь. Согласитесь, это тоже очень важно. И это тоже свидетельство нашей веры. Аминь. Когда ты, как верующий человек, который хочет угодить Богу, у тебя появляется нормальное абсолютно желание сделать что-то для Господа и для своих братьев и сестер. Аминь. И вы знаете, конечно, Господь приходит и делает чудеса в нашей жизни. Иногда просто сверхъестественным образом. Да, Господь сверхъестественно исцеляет. Господь сверхъестественно освобождает нас от каких-то зависимостей, от привычек. Но есть вещи в жизни нашей, которые приходят через руки других верующих. Аминь. И мы с вами, вот представьте только на минуту, что каждый из нас с вами может стать чудом в жизни другого человека и ответом на молитвы в жизни другого человека. Господь, точно вам говорю, творит иногда чудеса руками других людей. Аминь. Руками верующих людей, нас с вами. И в этом я хочу сказать, что тоже проявляется наша вера. Когда мы восполняем нужды других людей. Когда ты делаешь что-то, что тебе кажется, может быть, какая-то мелочь, но для другого человека это становится свидетельством его собственной веры. Аминь. То, что, о чем он молился, то, о чем он просил Господа, и через кого-то Господь восполнил ему эту нужду. Аминь. Когда мы благословляем финансово, может быть, человека, и ты не знаешь вообще, о чем молился этот человек, но вот у тебя есть побуждение подойти и благословить кого-то финансово, и человек потом благодарит, плачет и говорит, я как раз молился, потому что, ну, там, элементарно на еду денег не хватает, а вот ты, как брат или сестра, подошел и восполнил эту нужду. Аминь. К чему я это говорю? Что мы с вами можем быть чудом в жизни других людей. И вот одна история есть, которая меня так впечатлила, когда мне рассказала ее одна сестра из церкви, как она говорит, что получила и обличение в этой истории, и откровение вообще в этой истории. И сейчас я вам расскажу. И сестра рассказывает, что она приехала на ночную молитву сюда, в храм, и приехала с Бора, и было еще много Борских людей здесь на молитве. И вот, говорит, когда уже собралась уезжать домой с молитвы, уже все, говорит, никого уже не осталось, практически последняя выходила, и уже села в машину, чтобы отъезжать, и стоят две сестры на крыльце у нас здесь у церкви. И она им говорит, а вы чего стоите? Они говорят, да вот ехать нам не с кем на бар. Она говорит, ну садитесь. И вот, говорит, села, везу их, а сама, говорит, такая злая на них, ругаюсь всю дорогу. Говорю, чем вы вообще думали, когда ехали вечером на молитву? Вы же знали, что вам нужно будет каким-то образом добраться до дома, что вам нужно каким-то образом доехать на этот бор. Говорят, почему вы, почему вы не подумали? Они говорят, ну мы помолились и попросили, Господь, усмотри нам, пожалуйста, каким образом нам добраться до дома. Он говорит, конечно. Вот если бы не я тут со своей машиной, не знаю, как бы вы тут доехали, добрались. Они говорят, ну Господь же нам усмотрел тебя, Господь же нам вот послал тебя. И эта сестра говорит, я действительно получила обличение в том, что действительно люди приехали по вере на молитву. Они просили, да, Господь усмотрел меня вот в лице этой машины, и в лице вот меня усмотрел. И говорит, ты получила действительно обличение и откровение, что мы с вами можем быть ответом на нужды других людей. Аминь. Вот. И для меня это тоже так впечатлила история, потому что я думаю, действительно мы иногда не смотрим вот на ситуацию именно вот с этой точки зрения, да. Мы смотрим на ситуацию с какой-то своей точки зрения. Вот приехали, не позаботились даже о том, как они будут добираться до дома вечером. Молились, видите ли, они там, что Бог усмотри нам. Конечно, вот я ехала на машине, вот Бог усмотрел. А Бог-то говорит, так действительно усмотрел. И по вере их послал вот тебя, чтобы и тебе еще дать какое-то откровение. Вот. Но я к чему говорю, что наши дела – это очень важная составляющая нашей жизни. Аминь. Да, мы спасаемся по нашей вере. Мы получаем праведность по вере. И без веры угодить Богу невозможно. Но Библия говорит, что вера без дел мертва. Аминь. И вот та формула, которую я вам как бы обещала в самом начале, формула вообще христианской жизни, ну не знаю, как хотите ее назовите, но вот эта цепочка, которую можно проследить вот через все эти места Писания. Итак, праведность – стрелку можете нарисовать, вера. А праведной верою жив будет. Да, от веры можете еще одну стрелку нарисовать – угождение Богу. То есть без веры угодить Богу невозможно. И еще одну стрелку – дела, что вера без дел мертва. Аминь. Своими делами, которые мы делаем по вере, мы угождаем Господу тоже. Аминь. И это проявление нашей веры. Да, может быть, мы ими не спасаемся, этими делами, но все-таки мы тем самым угождаем Богу. Аминь. И мы восполняем нужды наших братьев и сестер, своей церкви. И поэтому, как прочитали мы с вами определение, да, что праведность – это когда ты отдаешь все свои силы, и духовные, и душевные, и телесные, на то, чтобы угодить нашему Господу. Аминь. Поэтому давайте встанем и будем молиться именно о том, чтобы действительно праведность наша проявлялась через нашу веру. Нашей верой мы могли угождать Господу. Аминь. И чтобы наша вера была жива через наши дела, которые мы делаем, через то служение, которое мы несем. Аллилуйя, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя и славим Тебя, Господь, за Твои драгоценные истины, которые Ты посылаешь нам со страниц Библии. И мы благодарим Тебя, Господь, что каждый день мы можем постигать эти истины. И мы можем получать благословение в свою жизнь через Твое Слово. Мы можем получать свободу. Мы можем получать исцеление. Мы можем получать благословение, Господь. Спасибо Тебе, Отец Небесный, за Твое Слово. И дай нам, Господь, каждому из нас праведными, быть праведными через нашу веру, Господь. По вере получить свою праведность, Господь. И нашей верой угодить Тебе, Отец Небесный. Аллилуйя. И пусть наша вера будет жива через наши дела, которые мы совершаем ради Тебя, Отец, ради Своей Церкви, ради братьев и сестер по вере. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, драгоценный Господь. Мы славим Тебя, благодарим и воздаем Тебе всю славу и всю хвалу. Аллилуйя. Давайте воздадим Господу славу.